Книга «Открытым оком. Тема мусульманства. Вопрос 3650. Что ждет впереди Россию? Полное ожидавление или исламизация? Как это по Библии?» Отвечает Игнатий Тихомич Лапкин. «Мой ответ будет совсем не патриотичен. Мне известен последний расклад событий, и Бог совершит дело скоро и окончательно. А что будет в политическом пламе, это для спасения никакого значения не имеет. Хотя сегодня как будто очень актуально разграбление страны и заселение ее мигрантами». Дина Рубина. «Европу взорвут матки арабских женщин». Аргументы и факты. 19 по 25 декабря 2007 год. Страница 3. Кавычки открыты. Сегодняшняя реальность – это сидящие в классе какой-нибудь ганноверской школы среди 40 учеников лишь 8 немцев. Остальные – арабы. Пугающая тревожность реальность. Тревожная реальность – это бесконечное количество белых или черных исламских платочков в городе Роттердаме, население которого почти на 80% состоит из выходцев из арабских стран. Франция давно уже под пятой ислама. Более того, она уже плодит детей от ислама. Как любил говорить «Ясир Арафат» – «наша атомная бомба – это матка арабской женщины». Так оно и есть. Исламские организации открыто провозглашают, что следующий падет Англия. И в Россию это может прийти. Сейчас доля русского населения в стране резко уменьшается. Кавычки закрыты. Исайя 29 глава 5 стих Многоженство, множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающееся плевело, и это совершится внезапно, в одно мгновение. Иеремия 13 глава 24 стих И если скажешь сердце твоем «За что постигло меня это?» За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Книга Осия 10 глава 13 стих Если по-настоящему заботились бы об обращении ко Христу людей, то две тысячи лет вполне достаточно, чтобы выйти из младенческих пеленок и из люльки. Если даже евреи издают пятикнижие Месеева Тору с комментариями, давая нужное им толкование, то как же за тысячи лет не додумались до этого христиане? Пятикнижие и Гафторот Евридский текст Текст с русским переводом и классическим комментарием Санчино Комментарий составил Герц Мосты культуры Москва, 2001 год Гешарим Иерусалим, 5761 год 1455 страниц Деяние 16,9 И было ночь у видения Павла Пристал некий муж, македонянин, прося его говоря Приди в Македонии, помоги нам Стихотворение Тушить конфликты почему не учат Как примирить враждующие кланы И разглядеть сгустевшиеся тучи Быть может радикально, а не плавно С игрушек начинать бы из капризов Уметь спокойно, строго разъяснить И показать, как розга рядом близко И что произойдет иначе с ним Для примирения стоять не на своем Учи крушить свой эгоизм нещадно И показать, как хорошо вдвоем Концовку рассмотреть, хотя не рядом Да сами-то умеем ли тушить Уступкой в маловажном успокоить Не на своем, а для своей души А это ясно же одно другого стоит Умейте в зеркало всмотреться, раздражившись Взрывоопасность слов предусмотреть Какие градом будут сыпать шишки Не только синяки, но даже может смерть Тушить любовью к Богу и Егове И страхом Божьим зарядить Бранспоит, да милосердием своим Господь накроет Иисус Христос нас заслонит собой Дымящуюся гневом по головню Залить терпением уступку разумной Не на своем упрямстве только гнуть И выгоду подбить в итоге в сумме А рано ли рубец кровоточащий Конечно будут ныть, напоминать Не пожалеешь, что не покусился с дачи И не напомнил гнусности про мать Тушить конфликты лучше бы им не быть Молитвой застрахован путь к успеху Я в сполищах сгорал, по горло сыт Спасаться с Библией врагам не на потеху 2007 год, Игнатий Тихноч Лапкин